Здравствуйте, это канал Хэрбал Сьюа. Сегодня мы поговорим про сандаловое масло. Сандаловое масло успокаивает и способствует релаксации. Помогает при бессоннице, астинно-депрессивном синдроме, стимулирует творческие способности. Аромат сандала улучшает настроение, обостряет чувственность. Известный апротезиак лечит бессонницу и депрессию. Особенности использования. Эфирное масло сандала эффективно для избавления от угрей. Его носят непосредственно на воспаление. Процедуру необходимо проводить несколько раз в сутки. Таким же образом, это эфирное масло применяют на ушибах, небольших ранках и порезах. Сандал нужно использовать вместе с другими растительными составами и кремами. Эфироль благотворно воздействует на кожу вокруг глаз вместе с домашним кремом. Оно особенно эффективно на видимых морщинах в этой области. На одно применение крема понадобится не более двух капель. Косметическое действие. Эфирное масло сандала подходит для любой кожи, особенно для угреватой и воспаленной. Благодаря своим антисептическим, противовоспалительным и бактерицидным свойствам, оно незаменимо в эффективной борьбе с угревой сыпьем. В этом случае масло сандала для лица применяют точечно. В чистом виде осторожно наносят на больной участок кожи два раза в день. Сандаловое масло, одно из немногих, способствует разглаживанию морщин. Особенно эффективный сандал в смесях, изготовленных для удаления сетчатых морщин вокруг глаз. Повышает тонус кожи, освежает, ликвидирует дряблость, незаменим при уходе за овалом лица. Нажает чувственность кожи к внешним факторам. Борется с сухостью, огрубением и воспалением кожи, восстанавливает эластичность кожи. Сандаловое масло улучшает кровообращение и упругость кожи. Сандаловое масло лечит угревой сыпь, аллергические дерматиты, зуд кожи, стягивает ее поры. Применять в таком случае эфирное масло лучше в виде теплых компрессоров. Противопоказания к применению. Сандаловое масло нередко вызывает индивидуальную непеременосимость. Потому что, чтобы избежать нежелательных последствий, проведите экспресс-тест на небольшом участке кожи. В период лактации беременности использование масла запрещено. Противопоказанное масло для людей с почечной недостаточностью в любой форме. Если для вас была интересная информация, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.